Добрый день, доброе утро, не имеет значения какое это время суток. Мы хотели бы представить для вас новую программу, которая называется «Встреча с интересными людьми». У нас сегодня в гостях очень интересная женщина, я бы даже сказал девушка, которая прожила очень интересную жизнь, и мы хотели бы просто задать ей пару вопросов. Пока что она себя представит, и, пожалуйста, Людмила Фёдоровна Елистратова. Добрый день. Прежде всего хочу сказать, что я просто счастливый человек. С чем я вас и поздравляю, между прочим. Скажу почему. Потому что лет мне уже много, и можно сказать, что я из прошлого века, но я как-то так за свою жизнь, я за свою жизнь могу сказать, сделала все основное, что должен сделать в жизни человек. Именно поэтому я счастлива. Как говорят, я выстроила дом, вырастила сад, родила двоих, воспитала детишек, хороших детей, имею внуков. Ну, и теперь занимаюсь интересным для меня делом. В общем-то, я вот женщина, но, так скажем, женщина в погонах с раннего возраста. Я 18 лет пошла в добровольную армию в России, служила в добровольных войсках, в железнодорожных войсках. Ну, может быть, потому что я в свое время закончила школу, железнодорожную школу, в которой я училась, и школу, которой я очень благодарна, которой мне очень много дала. Волгоградская школа. Там меня научили не только рисовать, писать, читать. Научили и готовить пищу, и шить, и вышивать. А ваши родители? К сожалению, я сама родом из Плативостока, но я там прожила очень мало. Отец был мой военным моряком, и рано ушел из жизни. Что душа имела, душа имела, душа имела, как говорят у нас, синагоги. А мама, у меня еще есть младший брат, был, к сожалению, его тоже уже нет, на сегодняшний день, переехала к своему брату в свое время в Сталинград. И поэтому практически всю свою жизнь я прожила в Сталинграде. Ну, расскажите нам, как вы стали военным прокурором, или вы были прокурором? Нет, я была прокурором. Прокурором какого города? Да, город Волгограда. Это была область, область, Волгоградская область. Я не сразу стала прокурором, я закончила в школу, я, как сказала, пошла в армию. Практически два года я служила на добровольной основе. А потом я закончила Саратовский институт юридический. И работала, тогда был отдел юстиции, его был сполком, я работала там консультантом. Мы тогда разрабатывали программы, учебные программы по основам права, в то время только для учебных заведений, только начинали. Хорошо, а скажите, как вы стали прокурором? Прокуратуру, я сейчас скажу, что я в свое время преподавала в ВУЗе. Что вы преподавали? Основа права. И ВУЗ меня направил в органы прокуратуры для работы, и так я попала в органы прокуратуры. И практически я больше 30 лет проработала, прослужила в органах прокуратуры Волгоградской области. А скажите, вот в двух словах, как бы вы могли сформулировать и сказать, в чем заключается работа прокурора? Это надзор за законностью в определенных сферах нашего государства. Я, например, больше 10 лет проработала в отделе по надзору за законностью в отношении несовершеннолетних детей. И там, в общем-то, можно сказать, первый инфаркт. Они быстро доводят до инфаркта. Да, да, потому что надо было... Или чая на ваш вопрос... То есть, осуществлялся надзор за законностью в отношении несовершеннолетних во всех отраслях. То есть, это была и комиссия по делам несовершеннолетних при администрации, допустим. Это и ОглОНО, это и органы МВД. То есть, это инспекция по несовершеннолетних в свое время была. То есть вы как бы проводили надзор над органами, которые несут порядок? Все, что касается несовершеннолетних, начиная с детского сада и заканчивая судебными органами. То есть я в качестве государственного обвинителя принимала участие. Вы насмотрелись на ломаных детских душ много в своей жизни? Да, приходилось мне проверять и спецшколы, там где дети, правонарушители до 14 лет. У вас очень много в глазах пережитого написано. Да, может быть отпечатки, куда же их деть. Хорошо, сколько лет вы проработали? Около 30 лет я служила в органах. И потом, в каком году вы уехали в Канаду? В Канаду я уехала в 2009 году, с сих пор я здесь, но я уже пенсионер по канадским местам. С чем я вас и поздравляю? Это как бы заслуженное звание. А скажите мне такой вопрос. Вы в России занимались искусством? Нет, вы знаете, никогда. А хотелось? Мне хотелось. Вообще я в детстве закончила школу музыкальной по классу скрипки. И мама моя всегда думала, что буду музыкантом. Но музыкант из меня не получилось. Да, ну как бы так сложилась жизнь. Так сложилась жизнь, так в свое время просто поленилась больше пили, так скажем, на скрипке, все, и все каникулы, когда все дети. Баловство это было, да? Да, да. Вот тогда серьезные люди, они как бы в армию шли, правильно? Все остальное было, было все. Но тем не менее, я подростком была, всегда очень занятым человеком. Мне нравилось. Я не ходила в трампу, жок, я пела в хоре много лет, 20 пионеров. И я очень люблю музыку по сей день, да. Значит, что произошло, в принципе, вы приехали в Канаду. Как бы у вас особой занятости не было. Ну да, будучи пенсионеркой, я пошла учить английский, естественно, потому что я не знала совершенно языка, в своем время немецкий учебник. И я пошла в Бернард-Беттелл-центр, и там занималась английскими, видела за дверью стеклянной, что люди что-то там делают, поделки какие-то, и рисуют. И я зашла, поинтересовалась, могу ли я посмотреть, может быть, что-то попробовать, захотелось. И очень приветливая педагог у нас, Вика, она меня спросила, вы что рисуете, я никогда не рисовала, кисточку в руках даже не держала. Она, как-то меня посмотрела, говорит, ну сядь, раз хочется попробовать, и дала мне краски, не дала кисти, и дала мне маленький холст. Холст, и я нарисовала картинку, могу ли я сказать? Конечно, если не можешь сказать. Вот эту картинку, это была первая картинка, которую я рисовала. И она мне сказала, что... Видно, да? Красивая картинка. Это первый раз человек взял в руки и говорит, эй, ангел, еще раз, первый раз в жизни человек рисовал. Вам Бог дал дар, и вы просто обязаны рисовать, и свои картины вывешивать. И все, и с этого времени все началось, и вот дальше, ты можешь сказать, потихонечку, вот это я... Вот у меня теперь такой вопрос, в тот момент, когда вы рисуете, какие чувства вы испытываете? Вы знаете, это чувство наслаждения великого, сам процесс рисования замечательный. То есть, когда еще берешь кисть в руки, еще совсем не знаю, что я буду рисовать, и, в общем-то, так можно сказать, рука сама водит, сама водит. Ну, как бы, если разобраться по идее, то процесс рисования, это не физический процесс, правильно? Нет, нет, нет. То есть, что происходит, вот как вы считаете? Это как порыв. Это какой-то, знаете... Душа диктует вам движение? Душа, это вот поет, поет душа, это какая-то песня. Как вы себя чувствуете в процессе и после того, вот мне интересно, вот как бы, физическое состояние ваше? Я немножко устаю от того, что работаешь, когда сидя, вот, устаешь, потому что я сяду и оторваться не могу, я по пять-шесть часов могу сидеть, писать. Вот это кайф. И порой, да, муж... Это как бы нескончаемый поток энергии, правильно? Вы чувствуете это? Это как бы душа открывается. Это как бы, вообще, оторваться невозможно. И кажется, ну, еще сейчас, ну, еще, чувствую устало, спина затеклась. Ну, хочется еще одну точку, да? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И муж надо сердиться и говорить, что ну, да, выпей хоть там воды приносит. Я не вижу кисточку туда, потому что я не вижу, да. Потому что я ничего не вижу и не слышу, да. Как сказала ваша наставница, как ее зовут? Она очень умный человек, видимо. Это как бы Всевышний, наверное, изначально дал вам вот эту силу и возможность, и умение рисовать, которую вы как бы по причине того, будучи человеком, всего лишь на всех сделали, как бы, ну, другой выбор по жизни. И, наконец-то, сейчас вы дошли до того момента, что было вам предписано изначально. И в этот момент, как бы, раскрывается полет души, и вы творите, как бы, серьезные вещи, это мастерство. Я, кстати, должен вас познакомить, у нас есть очень хороший человек, женщина, ее зовут Рина Грин. Она, как бы, собирает вот таких талантливых людей, как вы. Вот люди, которые рисуют, люди, которые делают разные, как бы, поделки, крафт. И она поддерживает их и дает им возможность выставляться, дает им возможность делать разные всевозможные художественные, как бы, и продаваться тоже, как бы. То есть вы можете выставиться и продаваться. Надо будет телефон Макс, напомни, да? Я участвовала в нескольких выставках в моей картине. Макс, наш оператор, кстати, он все время за кадром выставляетесь, да? Ну, а скажите, у вас много там, как бы, людей, которые вот в этих, как бы, собираются в кружках, креатив, таких создавать? Где-то 10 человек, может быть, ходят постоянно. Приходят, уходят. Там в этом кружке есть профессионалы, художники, которые работают. Там очень много помогает. Мириам есть волонтер такой, прекрасная женщина, замечательный человек. И она много советует, во всех случаях. Я не училась никогда, поэтому я многого не знаю. И она всегда удивляет меня тем, что... Ой, смотрю, как ты краски смешиваешь. Это ж надо, нас учат этому несколько лет. Ну, не знаю, откуда это идет. Но это, как бы, это знание заложено сверху. Да, мне приятно, когда она посмотрит на мою картину и говорит, что ты художник. А, в принципе, очень интересно. А вот расскажите, вот это, что вы еще делаете, как бы, в параллель. Это я член, да, Международной полицейской ассоциации. Это, уйдя в отставку, уже меня пригласили в эту организацию. Она существует... Пожалуйста, посмотрите. Она существует во многих городах. Она есть и здесь у нас в Канаде. Это... Ой. Да, вы это можете, да. Очень красиво. Вот, пожалуйста. Знаете, вот ты бляха. Нет, бляха там с другой стороны. А, вот другую. Потому что это редкость, да. Вот так, что вот так вот интересно. Да. Это уже организация, которая... В основном в ней пенсионеры такого высокого ранга. Это генералы, полковники. Вот, которые тоже у них свои задачи. Они занимаются социальными вопросами пенсионеров, так скажем. А вы каким-то образом участвуете в организации? Вот это какие-то происходят мероприятия там, или это чисто символическое? Нет, происходят мероприятия, да. То есть, как бы... Да, да. И различные конференции, и в Москву я ездила. Собираем большие конференции международного такого, да. Ставят какие-то задачи перед вами. Все, да? Окей, хорошо. Ну, как бы... Ты выключился? Еще не выключился? Еще одна минута осталась. Так, а... Что... Что я хотел бы сказать, чтобы было очень приятно с вами поговорить. И, как бы, жизни, судьбы, людей очень интересно складываются. И мне искренне за вас радостно, что вы, как бы, дошли до того источника, который приносит вам настоящее удовлетворение в этой жизни. И, как бы, не каждый человек это имеет. И я вас поздравляю, что вы нашли такое озарение. И продолжайте получать удовольствие и радовать нас. Ну, я хочу сказать всем спасибо большое. И мы будем вас продолжать держать в курсе событий. И все картины, я думаю, что мы найдем какой-то способ выставить картины на интернет. И желающие приобрести картины или просто, как бы, войти в контакт с Людмилой Федоровной, мы всегда дадим всю информацию. Будьте здоровы. До свидания.